Всем привет! Перед просмотром, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. Ситуация ухудшилась, пиар-менеджер Максим вышла на связь с плохими новостями. Даже за большие деньги специалисты частной клиники не соглашаются лечить певицу. 38-летняя певица Максим резко почувствовала себя хуже. Самые страшные догадки поклонников начинают подтверждаться. Именно с тяжелым состоянием артистки связан ее экстренный перевод из частной клиники в государственную больницу. Директор певицы в беседе с корреспондентом Дейру сообщила, что решение о выписке певицы с ухудшением принял главврач частного медучреждения. Как только ситуация ухудшилась, было принято решение перевести Марину из частной клиники в многопрофильную, так как специалисты, работающие там напрямую занимаются пациентами, которые находятся в таком сложном положении. Напомним, по последним данным, у исполнительницы поражено более 80% легких. Ее жизнь сейчас напрямую зависит от исправности аппаратов ИВЛ и ЭКМО, которые помогают Максим дышать и поддерживать нормальный уровень кислорода в крови. Первый директор Филиппа Киркорова Геннадий Руссу умер на 73-м году жизни. Об этом Киркоров сообщил в Инстаграм в четверг. «Не стало тебя, Гена Руссу. Мой первый директор, мой лучший директор», — написал Киркоров. Сотрудничать с Руссу Киркоров начал в 1988 году. «Именно сегодня я как никогда понимаю, что ты был лучшим директором, самым порядочным и верным партнером и другом в моей жизни. Почему ковид забирает один за другим, моих близких друзей», — добавил певец. Геннадий Руссу сотрудничал с Игорем Сурухановым и Аллой Пугачевой. Последние годы он работал вместе с Тамарой Гверцители. Скончался народный артист России, композитор Михаил Глус. Об этом 8 июля сообщается на сайте театра «Линком Марка Захарова». «Сегодня пришло печальное известие, не стало композитора, народного артиста России Михаила Глуза. Ему было 69 лет. В сентябре он должен был отметить юбилей», — говорится в сообщении. Михаил Глуз — автор музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Он — создатель и генеральный директор Международного культурного центра МС «Михоэлса», а также Московского международного фестиваля искусств имени Михоэлса. Отмечается, что музыка композитора — проникновенная и темпераментная. Звучит в спектакле «Поминальная молитва». Михаил Глуз принимал активное творческое участие в возрождении этой постановки. О месте и времени прощания будет известно позже. СМИ так часто сообщают о смерти Леонида Якубовича, что тот решил устроить на кладбище репетицию «Прощание с самим собой». Леонид Аркадьевич Яубович, которого уже не раз хоронили от разных болезней, решил притвориться покойником и инсценировал собственную смерть. Ведущий «Поле чудес» лег в гроб и спокойно пил водку, но все-таки устроил переполох на кладбище. Программе «Поле чудес» на днях исполнилось 30 лет, а ее ведущий Леонид Якубович в этом году отметил свой 75-летний юбилей. Телевизионщик пришел в студию программы «Вечерний Ургант», чтобы поделиться воспоминаниями о прожитых годах и работе в любимом зрителями «Капитал-шоу». Также Леонид Аркадьевич высказался о слухах о своей собственной смерти, которые периодически появляются в интернете. «Пять лет меня хоронили», с точностью указывая место, «Время похороны проводов», писали, сколько будет продолжаться церемония прощания. Причем хоронили от разных болезней, вспомнил ведущий «Поле чудес». Однажды Якубович, и сам чуть было не распространил слухи о своей кончине, но сделал он это не специально, лишь хотел снять эффектную заставку для своей программы. «Я решил снять рекламную паузу на кладбище», — поведал Якубович Урганту. Сюжет, который я придумал, был прост. Вроде как я лежу в гробу, меня несут и собираются закрывать крышку гроба. А я встаю и говорю, рекламная пауза. Была осень глубокая. И вот я лежу себе в этом ящике, ровно как в фильме «Летят журавли», на меня сыпется дождь со снегом, листики падают. Меж тем, один дубль, второй дубль. То венки не так понесли, то еще что-то. Я мерзну. Потом меня наконец укрыли одеялом и дали грелку, в которую налили водку, дали трубочку. Я лежу себе, удовольствие невероятное. И вот наконец, мотор, камера. Понесли венки, крышку. Я встаю еще до того, как успел сказать рекламная пауза. Вдруг понял, что кладбище-то работает. Поток людей идет уже час, все говорят, Якубович помер, когда я сел в гробу, понял, что никогда не видел, чтобы люди так быстро бежали вместе со своими покойниками. На это было страшно смотреть. Они снесли надгробие. Однако старания оказались напрасны, сцена на кладбище так и не попала в эфир. По-моему, я вырезал это из программы. Жалко. Надо повторить, произнес Якубович.